Итоги организации трудовой занятости подростков в минувшем году и планы на период наступающих летних каникул были рассмотрены на заседании областного правительства. В ходе обсуждения вопроса губернатор поставил задачу максимально расширить список предприятий, готовых трудоустроить к себе подростков. В настоящее время в Тверской области утверждено распределение на текущий год квот по трудоустройству подростков между отраслевыми органами исполнительной власти и муниципалитетами. Это в общей сложности 5900 рабочих мест. Планируется, что число школьников, которые смогут подработать летом, вырастет и превысит показатели в 8000 человек. Кроме того, региональное правительство со своей стороны приняло целый ряд новых мер. Включение в список работодателей, которым будут компенсированы часть заработной платы молодежи, статус индивидуальных предпринимателей. Кроме того, включено горячее питание для ребятишек, которые от частичной оплаты горячего питания в размере 200 рублей. Выплаты за наставничество — это 50% от МРОТа. Председающим летом подростки смогут найти подработку по таким специальностям, как медицинский регистратор, швея, помощник повара или официант, рабочий по благоустройству, почтальон, курьер и многим другим. Места для школьников созданы как в бюджетной сфере, так и на крупных региональных предприятиях. Парета, Принт, Почта России, Заволжский мясокомбинат, логистический центр «Альфа». Многие из них уже не первый год приглашают к себе подростков. В 2021 году мы трудоустроили более 40 школьников. У нас прошли практику порядка 20 человек из СУЗов. И мы активно сотрудничаем с СУЗами и с ВУЗами в подготовке наших будущих кадров. Поэтому для нас участие в этом проекте и трудоустройстве и школьников, и учащихся СУЗов — это жизненно важно. На заседании Игорь Руденя поставил задачу по расширению количества предприятий отрасли лесной промышленности, которую готовы принять на работу ребят в летнее время. На данный момент подработку в период каникул предоставляют «Дискавери Пена», «Вышневолоский леспромхоз» и многие другие. На Нелидовском деревообрабатывающем комбинате отмечают, что всё начиналось с родителей, которые летом приводили своих детей. Теперь такую работу решено расширить. Мы начали работать с общеобразовательными школами, проводить работу в школах, проводить работу с родительскими комитетами, объяснять родителям, как будут их трудоустроены дети, что у нас всё будет сделано безопасно, всё будет сделано грамотно и квалифицировано, что к детям будут приставлены обязательно наставники. Образовательные заведения со своей стороны также выражают полную заинтересованность. Понятно, что есть традиционные для учеников летние работы по мелкому ремонту в классах, на пришкольных участках, однако возможность трудиться на настоящем производстве, получив при этом ещё и зарплату, тоже очень важна. Мы готовы доводить до детей, до их родителей те вакансии, которые бизнес готов сегодня предоставить школьникам. В большей степени это, конечно, касается восьмых-десятых классов. Поручение по увеличению числа работодателей коснулось и сферы сельского хозяйства. Глава региона отметил, что летняя занятость позволит школьникам определиться с выбором профессии, получить представление, как работает экономика, видеть перспективы для личного и карьерного роста в регионе и стране в целом. С ним согласны и представители бизнеса. Это очень важный первый шаг, когда дети выезжают на предприятие, им показывают, проводят экскурсии, рассказывают какие-то лекции, и у них уже первая картинка во голове сформирована. Дальше, когда они уже приходят к этой стажировке, они уже плюс-минус представляют, на какое предприятие они пойдут и какую профессию в жизни они выберут. Напомним, что по итогам минувшего года в Верхней Волжи заняло третье место среди субъектов ЦФО по доле трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В регионе временную работу получили более 6400 ребят. Они трудились в учреждениях образования и культуры, в сфере здравоохранения, спорта, муниципального управления энергетики, ЖКХ, торговли, а также на обрабатывающих предприятиях.